Три случая подрыва гражданских на минах произошло на Николаевщине в течение всего одного дня. Об этом сообщил руководитель полиции области Сергей Шахет. Один мужчина погиб, еще один получил минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения ног. Таковы последствия детонации мины в селе Зеленая Роща. Там местные жители приехали осмотреть поле перед началом работ и увидели на нем мину. Вместо того, чтобы вызвать спасателей, один из мужчин решил обезвредить ее собственноручно. Произошел взрыв, еще два человека взорвались на мине в поселке Любомировка. На взрывоопасное устройство наехал грузовик ЗИЛ. Один мужчина госпитализирован с травмами, другой отделался испугом. А в окрестностях этой же Любомировки 41-летний мужчина наткнулся на мину, когда собирал дрова. В настоящее время пострадавшие в больнице с тяжелым состоянием. Правоохранители до сих пор работают над идентификацией тел в Изюме Харьковской области. Через полгода после освобождения город остается ужасающим напоминанием о жертвах среди гражданских людей, погибших от варварских действий захватчиков. В Изюме эхо российской оккупации хорошо ощутимо до сих пор. Многие выжившие ждут идентификации тел близких. Среди них Галина Жихарова, почти год назад потерявшая всю семью. 9 марта 2022 года на многоэтажку, где они жили, упала российская авиабомба. Моих погибло 8 родных. Сын с невесткой, две внучки, две правнучки, внук и слава. Самой юной погибшей правнучке Галины было всего 5 лет. 71-летняя женщина ежедневно ходила 14 километров пешком к уринам дома, где разбирали завалы. После этого Галина заболела и слегла. Страшная история ее семьи не единична. Люди в этом доме погибали целыми семьями. На их дом как раз самолет скинул бомбу посредине. И они были в подвале, по самой средине. И они как раз погибли все там. Погибло там 52 человека. Тела семерых родственников Галины были эксгумированы только в сентябре после освобождения Изюма. Они сильно разложились, на их идентификацию понадобились месяцы. Теперь Галина ждет еще одного опознания. Внучки. Мне важно сейчас дожить, чтобы эксгумация прошла. И все ДНК мои были, дети все. У меня ДНК. И чтобы я могла похоронить, памятники поставить. Ну, а что делать? Жить приходится дальше. Вопреки заверениям российских пропагандистов, что оккупантов в Украине будут встречать с цветами, этого не произошло, в том числе и в Харьковской области. В ответ захватчики стали мстить. Мирных жителей задерживали без причины, их пытали, люди бесследно исчезали. После деоккупации были обнаружены братские могилы с сотнями тел. Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство более чем 20 тысячами случаев военных преступлений, связанных с агрессией вооруженных сил России. Из 451 тела, эксгумированного в Изюме, около 440 обнаружены в братских могилах. 125 до сих пор не идентифицированы. Некоторые тела настолько разложились, что трудно взять образец ДНК. В других случаях правоохранители не могут найти родственников. Работа по опознанию может продолжаться месяцами, говорят криминалисты. Из-за того, что было большое количество погибших, нам нужно было проводить исследования как эпителия живых людей, так и исследования трупов. Тем более, что трупы, кости были с разными степенями изменений, и необходимо было несколько раз их проверять. Последствия российской оккупации Изюма стали одними из самых страшных в этой войне. Для местных жителей до сих пор существует опасность подорваться на противопехотных минах. Масштабы разрушений в городе, в котором до войны проживало 50 тысяч человек, невероятны. По официальным данным, разрушены до 80% жилых домов. В еще большем количестве разбиты крыши, стены и стекла. Александр Мужичук в рамках марафона на телеканале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова